Ко дню Победы готовится и Национальный художественный музей. Картину кисти 43-го впервые выставят на экспозицию. Сам музейный квартал ждут большие перемены. На главной культурной стройке страны побывала Лидия Заблотская. Даже самые искушенные ценители ни разу не видели это полотно. Работа без паспорта попала в музей в 46-м через закупки директора Алладовой. Девушку с аптечкой на дежурстве в начало блокады изобразил ленинградский художник Самохвалов в 43-м. А дальше холст почти три на три был скручен на рулон. Сегодня его решили выставить впервые, ко дню Победы. Но прежде реставрационные процессы. Тренировка, подведение грунтов и подготовка кромок, которые натянуты на подрамник. Все эти работы проводят фактически на полу, среди постоянной экспозиции. У нас нет таких площадей, нет таких столов, таких размеров. Учитывая, что эта работа не самая большая, чтобы можно было их положить на реставрацию. Поэтому большемерные вещи мы вынуждены выискивать в какие-то площади или в музее, или в подсобных помещениях, чтобы можно было поработать. Уже в следующем году вместо картонок, выставочных холлах и примитивных скальпелей большие вакуумные столы и микроскопы. Новейшее оборудование для Первого республиканского реставрационного центра. Его разместят на двух этажах обновленного корпуса на Кирово-25. Здесь уже готова вся коммуникационная начинка, установлены кондиционеры и проведена вытяжка во всех 12 кабинетах. Некоторые процессы с реставрацией проводятся с удалением каких-то записей, красочного слоя, расчисткой, старого лака. И все это происходит при помощи растворителя. Естественно, они выделяют вредные испарения. И для того, чтобы работник не дышал, максимально должен быть защищен во время работы от этих вредных воздействий. Поэтому современные требования, они предполагают, что мастерские должны иметь вытяжки. И то, что есть во всех мастерских ведущих музеях мира. Средства на оснащение уже начислены на счет нацхуда. Их освоят после очистки строительной пыли. Год назад эта арт-стройка уже была в режиме турбо. Монтажные работы активно велись сразу в двух пусковых комплексах. Вот, например, здание на Маркса 24. Это дополнительное будущее выставочное пространство. Здесь же будет и арт-кафе. Нам известно, что оно уже готово на 70%. Осталось лишь только докупить начинку. Картины попадут на новые стены тоже в новом 2021-м. Уже разработан интерьер. Современные выставки под зенитным фонарем и с панорамными видами на двор. Пыль всего пространства будет убирать специальная IT-программа. Часть средств на ноу-хау, кстати, пойдет из заработанных белорусами денег на субботники. А это больше двух миллионов рублей. Мы завершим необходимым обсталеванием. Все полностью начинка будет. Тымлику и музеификация отповедная. Ну и, конечно, уже залы подыхтованы. А маль, что на 90%. В этом году завершим, как я сказал, огульно-будовничьи работы. И все идет у нас по плану. Так что в наступном году мы уже откроем наши додатковые выставочные площади. Полностью тот арт-кластер, схему которого расположили на бумаге 9 лет назад, мы увидим через пятилетку. По проекту на улице разместят архитектурный дворик, а под куполом здание с колоннами откроют смотровую площадку. Лидия Заблотская, Григорий Кристофович, Агентство теленовостей. Григорий Кристофович, Агентство теленовостей.